Следующий доклад у нас Корякин Юрий Васильевич. Спасибо большое, Михаил Павлович. Давайте, я, коллеги, да, можно ли сразу два доклада у вас? Мы вам дадим тогда, хорошо? Можно будет, так сказать, 10 минут, вопросы 10 минут, второй. Ладно, вот. А у вас тоже доклад? Очень, да. А, это да. Можно. Более того, я вовсе не готовился к докладу. Я послал два тезиса, рассчитывая исключительно только на публикацию, но я думал, что вот кругом скорее, возможно, вот такое участие, которое и сложилось, так что для доклада, как-то готов, я с удовольствием готов поделиться своими мыслями в своем партнализируемой, в любом случае. Сегодня, я, наверное, должен сказать несколько слов представительских. Я вообще говоря, не лингвисты, не философ, я не знаю, кто я. Мой профессиональный путь был такой. Значит, с молодых лет и до конца профессионального включения в образовательный процесс, такое экономическое включение, не концептуальное, оно продолжается. Я занимался исследованием познания в образовательном процессе. В результате этого сложился подход, такой новаторский подход. Имя ему мы дали онтогенезное мышление в науке и образовании. Вот поэтому обращение к лингвистическому аспекту в образовательном процессе оказалось очень актуальным. И там родился термин. Я здесь коснусь вчерашнего раздобора. Я вчера пытался, но как-то не случилось, сказать слово. А хотелось сказать о том, что вот когда мы решаем вопрос, где публиковаться в военноязычных или в русских изданиях, вот это как раз отражено в моих тезисах, присыланных, включенных в сборную. Значит, там есть такой интересный моментик. Вот скажем, когда появляется новый термин, то важно или не важно в родном, если он введен, или через иностранный. Я здесь конкретно скажу о том, онтогенезном мышлении. Это термин, который приведен на наших исследованиях. И еще один термин – концептарий. В данное время мы работаем над составлением этого концептария по образу глоссария. Если глоссарий включает термины с разъяснением к определенному тематическому произведению, то концептарий – это собрание понятий, точнее, слов, обозначающих понятия, и раскрытием этого понятия через дефиницию, через определение понятия в двух аспектах – в эмпирическом и в онтогенезном. Поэтому вот эти понятия, два термина введенные, для меня они актуальны, да? И для меня открытый вопрос, где предпочтительнее их объявлять. Ну и здесь по пункту публикация, мысль такая в отношении вчерашнего разговора. Я поддерживаю одного из выступающих вчера о том, что вот такая личностная позиция нужно поддерживать своими публикациями, своими вложениями своего струбного вклада в развитии мировой науки, предпочтительно на родном языке, в русскоизвестных изданиях, так сказать, вот моя личная позиция такая. И когда меня, я еще был сотрудником университета, томского пантехнического, понуждали обращать внимание в решении вопроса публикации вот эти самые скопусы и прочие образования, то твердая моя позиция была в том, что нет уж. Если мне удастся ввести какое-то новое слово в науку, это пусть они там потом обращаются к нашим изданиям, если им это окажется интересно. Спасибо. Я думаю, что больше не буду утомлять то, что хотел я сказал. Если будут вопросы, я с удовольствием в дискуссии включаюсь. Спасибо. Спасибо, Юрий Васильевич. Я так поняла, что не только Юрий Васильевич, еще и у других членов нашего сообщества не было возможности вчера высказаться, поэтому, наверное, будут и вопросы, и комментарии. Пожалуйста, Каис. Я маленький комментарий, и в том числе Юрию комплимент. Я был по роду своей деятельности, у меня есть инвестиции в разные стартапы, в том числе и мехатроника. И мы с Калугой сейчас работаем, там, Ростех, там, большие деньги и прочее. Мы сделали, там, с Томским политехном, кстати, вы упомянули его, установку, которая обошла БОШ по своему технологическому уровню. Им умыли просто, как говорится, рыльца. И когда я в Калугу приехал, я пошел в музей Солковский. Ну, там большой купол, все знают, музей космонавтов. Я подошел к девушке, которая продает книжки. Вот она стоит на входе в музей. Это лицо музея. Я, ну, вначале набрал там всякая литература, потом спрашиваю, а скажите, а кто такой вообще Солковский? Вот что он написал? Вот я купил у вас. Вы мне хотя бы объясните. Она говорит, да ни хрена он не сделал. Он написал вот эту фантастическую книжку, там, вокруг Земли. Там читать ее невозможно, там все факты перевороны. Там вообще, кто он вообще такой? Я сама не понимаю. Понимаете, вот пока на входе в нашу науку будут стоять такие девочки, я буду воевать. Спасибо. Я вас серьезно. Ну, по-сарам. Воюем с девочками. Николай, спасибо большое. А по сути, без войны с девочками, у нас есть какие-нибудь замечания, вопросы? Потому что, как бы, продолжение вчерашней дискуссии. Или мы отложим на... Ну, у нас еще жадоков Семенов. У нас ведь будет письмо в конце зачитано, мы обсудим его. Давайте договоримся. А вот вопрос, пожалуйста, да. Милости просим. Можете поближе, погромче. Мне такой пропадский вопрос, если вам он не понравится, может, не отвечать. Вот насчет того, что публиковаться только на русском языке. А вот вам не кажется, что может произойти, как с изобретениями многими, Ломоносова, там, Попова, которые потом переоткрывались на Западе через какое-то количество лет, и сейчас считается, что радио, там, Аркони изобрет. Короче, они переоткрываются в то же самое, иногда просто ты, прошу прощения, и призываешь себе. И не получается вот... Популяризация именно российской науки, а получается наоборот что-то другое. Они просто не знают. И не хотят читать по-русски все равно. Я, к сожалению, не могу здесь определить сам. Я просто выразил свою позицию личностную, ну, учитывая мою, такой, периферийность и невключенность в какую великую школу на уличную. Я просто не готов ответить. Здесь я в поиске и сомневаюсь. А так и на русском, и на русском. Да, на самом деле это важное замечание, потому что действительно здесь нужно найти какой-то компромисс, баланс, так сказать, интересов. Да, не замыкаться в резолюционизм. Это другая опасность, да. Нет, ну, мне кажется, вообще нет здесь никакой проблемы. Конечно, но должно быть опубликовано и по-русски, и по-английски, чтобы все могли читать. Здесь единственное, что нам сейчас, так сказать, палки в колеса, в некотором смысле ставится, это все представления о плагиате. Потому что если вы издали на русском языке статью и похожую на английском языке, то это считается как плагиат. Мы просто в своем журнале столкнулись с таким явлением, что люди нам отправили статью. Сначала они отправили в английский журнал статью, и этот журнал им, ну, замечания какие-то сделал. Ну, видимо, эта процедура длилась очень долго, а им надо было отчитываться по какому-то гранту. Они нам сдали в журнал. Ну, мы же не знаем, что они сдали еще куда-то. Там было на английском языке. И мы издали, тоже после рецензирования, издали эту статью на русском языке. А потом нам пришло от доброжелателя письмо, которое написал и нам, и в тот журнал, и еще куда-то там, что, мол, вот, пожалуйста, дважды опубликованы результаты, и пришлось все это выяснять, делать ретракцию там и так далее. Ну, в общем, целый скандал. Вот это, конечно, каким-то образом вообще, я считаю, что это неправильно. То есть, может быть, надо было бы указывать, что этот журнал еще где-то опубликован. Но эти авторы, они не знали, что те, в конце концов, опубликуют. Ну, бывают разные случаи. Вот всякие такие случаи, да. Но, конечно, должны, в принципе, такие важные работы, да, они должны быть опубликованы на русском, на английском языке. Ну, мне кажется, важная практика публикации вначале на русском языке может быть какого-то сокращенного варианта, а потом более крупного и основательного на английском. Конечно, тут надо вот обойти вот этот вот закон о плагиатии. Вот еще вопрос, да. Пожалуйста. Да. У меня не вопрос, у меня маленький комментарий. Вот по собственному опыту я убедился в том, что реакция на наши публикации в России не зависит от того, на русском языке или на английском эта публикация появилась, а от заинтересованности и дотошности и желания знакомиться англоязычного автора. Все обращения ко мне, которые следовали от западных ученых, общаться там и так далее, ссылались на мои работы, опубликованные либо по-русски, либо в русскоязычных изданиях, переведенных затем на английский язык. Перевод был очень низкого качества. Еще я сделал вывод, что заинтересованность их это главное. А на публикации, которые были изначально опубликованы на английском языке, именно оригинал, по ним ни разу обращений нет. Спасибо. Интересное наблюдение, да. Вот сзади вопрос. Можно я прокомментирую? Мне кажется, мы должны собирать такие наблюдения, что вот наши письма и обращения, куда мы там хотим обратиться, не носили характер просто. Не хотим, не хотим, не хотим скобить, не хотим. А чтобы там была аргументация. Конечно, правильно. На примерах всегда лучше. Никто слушать не будет и не хочет. И это совершенно понятно. Наше дело высказаться. Да, правильно. Другой вопрос. Пожалуйста, милости против. Представьтесь, пожалуйста. Я Васильевский Юрий Викторович, вы будете через час доказать. Да. Здрасте. Здрасте. В том, что хорошие гуязычные журналы гарантируют серьезную научную экспертизу. Правильно. Когда попробуйте опубликоваться в первом квартале журнале, вы получите серьезные рецензии, которые вы можете не пробиться сквозь которые. И это не зависит от разных трансов человека. То есть публикация в солидном серьезном международном журнале это гарантированный проход через серьезную научную экспертизу. Публикация в российском журнале, к сожалению, это не гарантированный проход через серьезную научную экспертизу. Даже я не говорю о том, что в российском журнале может быть и на английском языке переведено. Главное, есть ли серьезная научная экспертиза твоего результата или нет. Это просто мое замечание. Вы абсолютно правы. И, конечно, мы знаем, что сейчас в связи с падением рейтингов и статуса журналов отечественных, там печатают часто всякую, ну не то, что ахинею, но по крайней мере, наука. По крайней мере, ерунду. Да, ерунду, по крайней мере, ерунду. А можно я вот удивленно коллегам, естественно, задам вопрос. Скажите, пожалуйста, а в ваших высокорейтинговых англоязычных журналах эта экспертиза не сводится иногда ли, вот как в наших лингвистических высокорейтинговых журналах, к присылке вам письма с указанием фамилии членов редколлегии и ассоциированных им лиц, на которых нужно сослаться, и это является условием публикации вашей статьи? Если это вопрос ко мне, я не сразу с этим не сталкивался. Если ты подаешь статью в хороший журнал, ты имеешь реально хорошую экспертизу. У нас, к сожалению, это не так, мне кажется, до того, что есть. Есть такие журналы и есть такие журналы. И они есть как у нас, так и там. И я вам скажу, и скобусские журналы есть такие же тоже. Николай Александрович, пожалуйста. Не имел ни одной реплики по каталурии, по-моему, да? Не было доказано, что перенос его с одного места в другое и присваивание ему другого статуса химизма не произошло. И вот только тогда его действительно заметили. Он вообще ни публикации практически не было. По Вологодскому молочному кластеру у него вообще работ не было. Он просто работал и работал. Но, тем не менее, мы все его знаем. Я про Циолковского вообще не буду говорить, потому что он ни одной своей работы не публиковал. И в этом смысле, коллеги, не надо впадать в крайности. Есть люди, которые за бабками бегают, и им нужен рейтинг. А есть люди, которые делом занимаются, и им рейтинг в принципе не много. Это сейчас довольно сложный вопрос. Есть публикации на сайте, вы можете опубликовать на личной странице в Фейсбуке, и вас все будут знать. А сейчас не в исключительных случаях, Николай Александрович. Не надо так в крайности впадать не надо. Конечно, это прекрасный пример. Спасибо вам большое. Напомню Британию и США. Когда США вставала в промышленном смысле, она отказалась от всех публикаций в Британии. Она просто тупо перестала поддерживать патенты Британской империи. Все. Они сказали, идите лесом. Сейчас за Крым надо сделать то же самое. Спасибо большое. Хорошо. Значит, дорогие коллеги, давайте паспортим за у нас, рейтинг или уже доклад. Все, Гей, пожалуйста. А потом сразу доклад. Насчет высокой научной экспертизы, надеюсь, наши коллеги и филологи меня поддержат. Хочу процитировать классическую фразу. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Спасибо большое. Да, это, конечно, очень важно. Лучшая экспертиза действительно у себя.